Вот эта дорога, будь она проклята, по которой приходится каждый день ползать и в магазин, и в больницу. А по ней ходят и старики, и маленькие дети. Как можно сделаться над людьми? Прошлую осень автор этого видео Геннадий Дроздов вспоминает, как страшный кошмар вместе с жителями небольшой деревеньки Фарисеева, что в Кутаевском районе он уже 4 года находится в настоящем плену. Вдоль дороги справа и слева переполненные навозные ямы, поэтому после каждого дождя единственный путь в деревню превращается в зловонное болото. Здесь уже не то что проехать, даже не пройти. Вот по врагам лазаем, вон там везде. Где придется, где как. Или вообще не выехать. Вот в деревне сгорело два дома, пожарные не могли приехать, скорую не вызовешь. Чтобы показать, что происходит на этой дороге после обычного ливня, не нужно быть фокусником, хотя мой трюк оценили бы наверняка. И Гудини, и Копперфилд. Фокус называется исчезновение камня. Навозные ямы принадлежат местной ферме. Совсем недавно у нее сменился хозяин. Постоянно обещает все убрать. Но пока только отодвинул горы навоза на 2-3 метра от дороги. Полностью будет убрано где-нибудь ко вторнику, либо ко среде. То есть в понедельник уже 6 единиц техники будет убирать. Вот плоды его уборки. Проспехал по сторонам. Через 2-3 дня это все заплывет. И опять мне надо трепать нервы. Опять надо звонить в департамент ЖКХ. Там уже, наверное, меня ненавидят из-за моих звонков. Ну, а я ненавижу их, потому что никто ничего не делает. О ситуации знают в Тутаевской администрации. Там наши съемочные группы пообещали проследить за тем, насколько добросовестно хозяин фермы выполнит свои обещания. Впрочем, тот в телефонном разговоре пригрозил и вовсе закрыть проезд после того, как горы навоза будут убраны. Так как считают, что дорога принадлежит ему. Похоже, тутаевским властям придется решать и этот вопрос на месте. Жители Фрисеева, кстати, уже выслали им видеоприглашение. Собрать бы их всех, да пригласить бы на нашу дорогу в деревню, посмотреть, как они будут ползать. Александр Лисицын, Денис Лосев. День в событиях.